Перед началом очередного заседания Совета министров республики члены крымского правительства почтили минутой молчания память тех, кто погиб во время пожара в Кемеровском торгово-развлекательном центре. Сергей Аксенов сделал акцент на важности начала проверок и обратился к прокуратуре с просьбой дать соответствующее поручение Министерству чрезвычайных ситуаций Крыма. Возвращаясь к работе аппарата министров, первый вопрос на повестке дня доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Светлана Лужецкая отметила, в работу по развитию крымского бизнеса вовлечены органы государственной исполнительной власти, прокуратура, контрольно-надзорное ведомство и многие другие. За отчетный период оказана консультационная, справочно-информационная, юридическая помощь 2489 предпринимателям и иным лицам. Индивидуальные обращения составляют 92% от общего количества, 34% поступило от индивидуальных предпринимателей, столько же от юридических лиц, 29% от физических лиц. При этом наблюдается положительная динамика в сегменте нового бизнеса. На конец 2017 года было зарегистрировано почти 99 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, необходимо улучшить взаимодействие власти и крымских бизнесменов. Малый и средний бизнес, на мой взгляд, находится в ущемленном положении, то есть не имеет достаточных перспектив, не понимает стратегию и динамику развития региона в данном случае. Но это, опять же, на мой взгляд, наша прямая недоработка. Значит, какие предложения? Есть предложения, рабочую группу применяют создать из предпринимателей, из каждого города, малый, причем и средний бизнес. Крупный бизнес, он сам пробьет себе дорогу. Следующий вопрос на рассмотрение аппарата – инвестиционная деятельность в Крыму. По вашему поручению, во втором квартале мы запускаем, считаю, лучший пример механизм так называемого дома инвестора, где у нас будут сосредоточены все доступные фонды, все, соответственно, фонды поддержки, соответственно, корпорация развития, наша региональная служба, которая готовит инвестиционные проекты. Очередной и уже наболевший вопрос, на который крымские власти вновь обратили внимание – деятельность управляющих компаний в республике. Сергей Аксенов распорядился создать группу из председателей многоквартирных домов. По словам главы Совмина, эти люди разбираются в ситуации лучше должностных лиц. Верх цинизма, когда с граждан управляющие компании просят деньги за осмотр фундамента домов, при этом даже не предоставляют никакой отчетности. Еще одно решение, которое сегодня было озвучено властями – передача бывшего здания Нацбанка Украины в Симферополе Центральному банку России. То, что здесь будет правильно, Центробанк будет находиться, все этим все сказано. По формированию средств на ремонт, я не знаю просто на какой период формируется, но знаю, что это будет головной офис Центрального банка Российской Федерации. То есть вопрос, как бы все уже решен. И, кстати, было спасибо, что президент поддержал, то есть как бы у нас было принято решение. Вчера уже о передаче из ФОНО, корпуса на ракетной 10, медицинской академии нашей, для расширения базы подготовки медицинских кадров, ну и только для Республики Крыма, для всей страны. Помимо этого, крымские власти прокомментировали инцидент, который недавно поднимался во многих СМИ. Украинскими пограничниками было задержано крымское рыболовецкое судно «Норд». Во время ареста корабль находился в 15 милях от территории Запорожской области. Сейчас капитану судна предъявлено обвинение по Уголовному кодексу Украины. Организовываем юридическую помощь нашим крымчанам, в данном случае, то есть как бы здесь работает Михаличенко Игорь Николаевич, работу на контроле держит. Связываемся сегодня там со всеми родственниками, ну то есть органы государственной власти работают. Проблема известна. Не осталось без внимания и тема денежной компенсации пострадавшим в трагедии на Балаклавской. Напомним, из-за неисправного лифта в многоэтажке погибла женщина и ее ребенок. Мужчине, который остался без сына и жены, выплатили 200 тысяч рублей. Сергей Аксенов подчеркнул, что власти решат этот вопрос индивидуально. Сейчас рассматривается возможность о выдаче пострадавшим земельного участка, так как люди не могут жить в прежней квартире из-за психологической травмы. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.